Ребята, всем привет! Сегодня вторник, время уже начало шестого, мы гуляем с Бруно в Жеромине в парке, идём. Заодно надо заехать мне в бедрёнку, купить кое-что я там варенье делаю, вернее джем. Смотрите, какие грибы я увидела. Стой, стой, Брун! Обалдеть! Бруно, не трогай лапой, отойди! Обалдеть! Что это за гриб такой красивый? Похоже, знаете, на что? Дождевик, по-моему, называется. Хотя, подождите, дождевик же он круглый должен быть, как шарик. Обалдеть, Бруно, Бруно, ой! Что мы с тобой вечно снимаем? Непонятно что. И вот ещё два. Бруно, не трогай их. Вот этот красивый, конечно. Такой здоровый. Смотрите, вот моя рука. И вот он, гриб. Ой, какой он прикольный! Такой упруги, как столик какой-то. Круто! Пошли, Бруно, дальше? Пойдём, зайка, пойдём. Нам надо ещё в магазин заехать. А потом поедем на Таму. Брунчик уже ждёт, не дождётся, когда мы на Таму поедем. Людей полно. Всё, начался сезон. Теперь эти твора будут купаться постоянно. Так что надо Брунчика держать на поводке. Брун, не спеши. Это нам какое-то другое с тобой местечко найти. Безлюдное. Ребята. Мне мило, аж купила велосипед. Я, естественно, начала сразу всё открывать, распаковывать. Дело в том, что надо пойти в сарай, взять ключи. Потому что понять, как, что тут, куда прикрутить. Он же в разобранном состоянии. Дамский велосипед. Бруно. Ты довольный? Будем собирать. Да? Пошли за ключами в сарай. С багажником. А если с багажником, то есть возможность прицепить коляску для Бруно. И будем ездить в Жиробин за продуктами. Всё. На бензине будем экономить. Будем ездить на ровере. На машину мы ещё не заслужили. Но на ровер уже заслужили. Так, куханы? Только у меня один вопрос у тебя, куханый. Где я буду ездить на этом ровере? По полям? В Шенде я не могу. Угу. В Шенде я не могу. По дороге я не могу с Бруно ехать. А я везде с Бруно. Только с Бруно. Я просто переживаю за то, чтобы не было так, что этот велосипед будет просто стоять. Я без Бруно не хожу никуда. Ты не заметил? Но я хочу только с Бруно. У меня есть Бруно, я хочу только с ним. Я с Бруно очень хорошо успокаиваюсь. Да, конечно, когда мне дома порядки наводить, закрывать, всё. Сейчас работы... Сейчас такой сезон, что только и надо что-то делать, и делать, и делать. Ой, сегодня очень душно, горячо. Короче, пошла я в сарай за своей сумкой с инструментами, чтобы собрать это чудо. Ой, ладушки, пошла я. Сотом, пошли со мной в сарай. Мама помпку, не мама, манец. Я тебе и сказала, что как бы пока давай не будем за ровер, как бы, а ты взял и решил сюрприз сделать. Я тебе говорила, куханый, подари мне электрошвабру. Швабра а-ля пылесос. Милаш решил мне подарить ровер. Не, я, конечно, рада, я безупречно рада, но я просто... У меня есть некие сомнения в том, что я буду очень часто на нём ездить. Аккушка, это что, Кивара, Робина, Робина. Просто это, я уже купила себе беговую дорожку. Кто-то смотрит пилку. Я имею в виду Брунчика. Я уже купила себе беговую дорожку, и на самом деле получается, что я очень редко на ней бегаю. А? О, Господи, ещё я футбол показала? Ну, ладно, мы закроем его. Ну, кстати, да, видео тогда мне усунули. Ну, значит, вырежем этот ковалик. Ладно, я пошла за сумкой. Ребята, скажу, этот конструктор для взрослых очень-очень сложный. Собрала и велосипед. Он, кстати, очень даже большой. Я думала, он будет меньше. Да, взрослых 160-170. Собрала, было очень тяжело. Задняя часть была собрана, за исключением сидения, педалей. А вот переднюю полностью всю собирали сами. Даже руль. Ну, короче, было нелегко, по какой причине не было ключей. Пришлось звонить даже к пану Пётрику, потому что нужен был такой шестигранг, а шестёрка. У меня пятёрка есть, а шестёрки нет. У меня есть набор. Вот. И тут есть и шестёрка, и другие. Но они почему-то... Ой, господи, повыпадало. Вот такой наборчик. Но они почему-то не подходили. Тут есть вон шестигранг, всё, что хочешь. Короче, слава богу, то есть ключи у соседей. Бартик ходит, ходит, смотрит. Так, на улице уже темно. Я хотела, когда соберу его, то проеду. Называется велосипед Молли. Милаша говорит, жалко, что не просто написано Оле. Я говорю, то от Милаша Оле. Молли. Ой, а тут написано Ставицкая, кухонный. Сити Бейк. Сити Бейк. Сити Бейк. Будете со мной ездить? Бруно на багажнике. Барсику купим. Корзину красивую плетёную впереди повесим, будет ездить. Кто-то спать хочет уже очень сильно, а кто-то, не знаю, что хочет на улицу. Есть освещение. Посмотрите, какая тут красота. Какая тут фара. Вот такая красота. Нет, только включить и выключить. А сзади есть вот так вот. И есть даже аварийка. Хоп. И аварийка. Вы видели такое? Такой кроетой велосипед у меня. И у тебя. И у тебя, конечно. И у тебя тоже. Надо тебя учить теперь. Кататься на велосипеде со мной. Ох и неваляха. Ох и неваляха. Уже хочет спать и хочет, чтобы его гладили. Песенки ему пели, человали, обнимали. Видели такую собаку? Собака-человака. Кукуськи. Барсюшка. Сейчас попугать. Но я не могу проехаться по той причине, что колеса сдуты. И я сейчас подумала о том, что столько всего нужно мне. Во-первых, надо купить комплект ключей, которые мне необходимы. В случае чего, чтобы я могла что-то отрегулировать. И желательно, чтобы это было со мной. То есть это такая специальная сумочка. Она тут где-то цепляется. Да, да. Или под сиденье. То есть надо шестигранку, надо ключ, восьмерку, десятку. Все туда сложить. Вот надо будет купить инструменты, которые необходимы. И специальную эту сумочку, которая будет на велосипеде. Это первое. Второе. Надо купить насос. Который тоже желательно, чтобы был со мной всегда. Ну, корзинку это в будущем, чтобы можно было что-то положить. Там тот же телефон, чтобы не на себе возить, а все здесь сложила. Правильно? Вот. И что еще мы говорили? Только что еще надо что-то... А, замок. Самое главное. Замок хороший купить, потому что где-то буду оставлять под магазином, чтобы никто у меня ровер этот не сделал ему, как говорится, ноги. Ну, это вот такие четыре вещи, которые очень необходимы, которые необходимо купить. Теперь я прям не знаю, что делать. Хоть бери до с утра, собирайся и едь в город. Я хочу попробовать прокатиться. А... А это... Сдуты колеса. Так что сегодня не получится. Фу, я пошла купаться. Я вся потная, мокрая. Я пока собрала, у меня руки болят, все болит. Плану Петрику включи уже завтра утром. А сколько уже время? А, уже по 10-й. Ужас. Сколько? Четыре минуты по 10-й. Десять часов. А я сейчас смотрю, что Бронюшка так спать хочет сильно. Я так решаю, что ты так спал. Ну, конечно, я поздно пошла. Я даже не глянула, сколько времени ты подзвонила. Ну, ладно, ничего страшного. Завтра утром мы там. Все, ребята. Ну, такой презент мне сделал кухонный. Милоша не нагреваю. Он завтра выйдет в эфир. Сегодня он не хочет. Да я сама не хочу. Вся потная, мокрая, грязная. Все. Кухонного кухаю, бардзаматца. Денькую кухонный. Неожиданно, конечно. Неожиданно очень для меня. И я, честно говоря, был разговор. Я даже обиделась на милость за то, что он хочет купить мне велосипед. Потому что сказала, что велосипед это не есть. Это предмет первой необходимости. Потому что у меня есть предметы, которые стоят, как говорится... Это огурец, это Бруно его жевал. Ну, подарил и отлично. Как говорится, дарили на муканю, зубы не смотрят. Я очень рада. И мне безумно хочется попробовать поездить. Но это уже состоится завтра. Я тут по комнате немножко вперед поездил. Так, колор мне подобается, бардзу. Я сразу, когда открывала, говорю, почему не зеленый? А Мила же говорит, мятный. Ну, на самом деле, классный велосипед. Ладно, а то сильно много болтаю. Уже на 6 минут наболтала. Все, всем спокойно. Ох, хорошо, что реакция хорошая. Я не до конца эту... Я не до конца ее нажала. Но живой, живой. Надо ему имя дать. Ну, я еще подумаю, кто это, мальчик или девочка. Я еще не в курсе. Все, всем спокойной ночи, ребята. А мы будем упирать инструменты. Как бы еще на через позу. Но, но, посмотреть в камеру, посмотреть. Ой, тут еще все надо отрегулировать. Вот это я не знаю, что до конца крутить, не крутить. Ну, короче, еще разобраться. Не понимаю, почему про... Ну, вот этот шнур, так. Может, его как-то по-другому надо. Короче. Брун, шо ты опять там делаешь? Все, всем папа-бузячки.